Привет, друзья! В связи с обстановкой у нас в стране, учебные заведения, такие как сады и школы, просто-напросто закрыты. И люди, которые питались там бесплатно, сейчас получают на дом специальные коробки с едой. В этом ролике вы увидите, через что мне пришлось пройти для того, чтобы получить один такой сухой паек на обзор. Мы посмотрим с вами, что там внутри, посчитаем ее стоимость. И в конце этого ролика я соберу огромную коробку с едой, и мы вместе с вами отвезем ее бездомному Валерию. Приятного просмотра, друзья! Родион, расскажи, пожалуйста, куда мы едем сейчас? Ну, так как я многодетный отец, мы едем сейчас, у меня трое детей, мы едем сейчас в детский сад забирать один из продуктовых наборов, которые нам выделяют. А что, какие нужны документы, чтобы все выдали наборы? Мне сказали взять обязательно с собой паспорт, обязательно взять свидетельство о рождении своего ребенка. Ну, я на всякий пожарный взял еще свидетельство многодетной семьи. Стоим полтора метра друг от друга, а же близко не подходим. Слушай, а дают на одного ребенка или сразу на целую семью? На одного, на одного. Ну, в садике один ребенок, там получаешь, в школе другой, там что-то другой получаешь. На работе не дают ничего. У меня зовут Александр. Александр, и, Александр, я вас слушаю, вы, я вас просто не узнаю, вы наши родители ли? Нет, я не родитель. А кто вы тогда, простите? Я пришел с товарища. Ну, так, хорошо. А вы знаете о том, что видеосъемка ведется в государственном учреждении только с разрешения и согласования руководителя? Я вас прошу, пожалуйста, выключить камеру и покинуть территорию дошкольного учреждения. Нет. Коллеги, все, прекращаем все это выгонять. Закрываем двери. Так, а что прекращаем? Это с вами пришел, младенчик? Конечно. Все, извините. Так, я хочу свой набор получить. Почему же забрать? Папа остается, он получает? Пожалуйста, ваш пастор. Да, пожалуйста. Сейчас подойдет охрана. Если вы сейчас не покидаете дошкольное учреждение, значит, я сейчас вызываю наряд к милиции. Вызываем? Хорошо. Спасибо большое, все, хорошего дня. Надо было вот устраивать такой концерт просто на пустом месте, не понимая реакцию людей абсолютно. Мне кажется, это часто люди уже боятся непонятно чего, и это повышенный уровень тревожности. Поэтому спасибо большое детскому садику, что делаю все четко и быстро. Тут написано, что это продуктовый набор 4. Я не знаю, что находится в других, но вот сейчас мы узнаем, что в четвертом именно продуктовом наборе. Так, ну что, тут два... Тут должен быть вообще перечень то, что находится в этой коробке. Сейчас мы посмотрим. Самого перечня нету, так что будем смотреть, чтобы со своими глазами понимать, что здесь есть. Два целлофановых пакета желтого цвета обыкновенно. Молоко сгущенное. Ну, такое оно немножко грязное, но я думаю, что это не страшно. Две шоколадки. Россия, щедрая душа. Миндаль, изюм, молочный шоколад. Дальше. Это молоко, которое хранится больше, чем полгода. Яблочный сок. Просто вообще без каких-либо опознавательных знаков. Скумбрия. Курильская, натуральная. Тоже вот такая вот упаковочка. Дальше. Дефицитная гречневая крупа. Фирма Агро Альянс. 900 грамм. Так. Это Геркулес. Ну, тут говорить нечем. Три упаковки Геркулеса. Принцесса Нури. Цивилоновый. Ну, чай, конечно, так себе прямо откровенно. Килограмм сахара. Концерт Покровский. Макароны Макфа. Вот. Вот перечень. Да. Всего тут 10 позиций. 10 позиций. Есть даже имя, кто комплектовал. Упаковочный лист. Продуктовый набор номер 4. Дата комплектации 06-04. Сегодня у нас уже почти 15-16. То есть коробки уже там 10 дней. Что, друзья, я внутри пятерочки. Сейчас буду собирать продовольственную коробку для Валеры и его мамы. Хочу вам сказать, что, скорее всего, Валерий никто не помогает, потому что у метро меньше народа. Он, скорее всего, получает меньше денег и, скорее всего, сидит просто дома. Поэтому сейчас мы соберем ему и его мамы корзиночку и отнесем, поставим около двери. Все вы знаете, как Валера любит джигули, поэтому я думаю, две бутылочки будут для него прям вообще большой наградой. Ну что, все, корзина собрана. Сейчас мы посчитаем, сколько она получилась. И пойдем отдавать нашему старому знакомому Валерию. Здравствуйте. Друзья, ну а пока я несу посылку, я хочу вам порекомендовать канал. Он называется Это Лайф. Автор канала Настя, простая девушка, живущая в маленьком городе в Смоленской области, она же, кстати, жена топового стримера Рудожопа, наконец-то решила исполнить свою мечту покорить мир за пределами своего городка. Путешествует Настя не одна, а со своей семьей и друзьями. Они уже побывали в Питере, Москве, в Сочи, посетили республику Крым и Абхазию. И даже добрались до сказочного острова Барин. Канал Это Лайф – это не просто влог о путешествиях. Это первозданные и искренние эмоции, которые вы переживаете вместе с Настей. Это восторг, страх, безумие, восхищение от первого экстремального полета на параплане, от катания на качелях над пропастью джунглей Бали, от фантастических пейзажей в прогулке на лошадях и многого другого. В каждом большом путешествии Настя делает подарок своим подписчикам. Она прячет бутылку с денежным призом в тайном месте. Также Настя часто бывает на различных мероприятиях. Она бывает на концертах топовых исполнителей и с удовольствием вам покажет много того, что вырезаете ей. На этом сюрпризы не заканчиваются. Каждый месяц Анастасия проводит конкурсы для своих подписчиков. Для участия в них тебе нужно просто подписаться и следить за новостями канала Это Лайф. Так, друзья, я тут заметил, что дверь просто открыта. Смотрите. Поэтому я сейчас поставлю просто в коридоре для того, чтобы отсюда просто никто не забрал. Продолжение следует... Продолжение следует... Валерий! Приветик! Привет! Коробку тебе придется с едой. Держи. Поставлю сюда. Ну вот. Я не буду подходить. Ну вот. Как дела? Ну вот я собираюсь то самое. Как, ну, вот идти на просвет. Ага. Ну что там в целом? Как? Меньше стало работы? я не отношусь к этому как к непосредственно бой тяжелый в общем там я еду тебе принес там и и жигулевская есть вот лучше не подходить а то иначе сейчас как коронавирус относишься боишься нет я понял но хорошо хорошо в целом как здоровье я не могу сказать но мир не самый там никого-то не медик там хрен его знает ну ладно к все тогда здоровья так можно посмотреть до этого есть ништяки жигулевская даже есть жигулевская даже лохот я люблю я может посмотреть это лапша ну да 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 спасибо огромное ну вот ладненько все я пошел все спасибо друзья в эти нелегкие времена я хочу вам сказать чтобы вы не забывали о людях которым действительно нужна ваша помощь я не призываю продавать все что у вас есть дома или отдавать последние деньги более нуждающимся но если у вас есть такая возможность обязательно сделайте меня зовут александр жучкин до новых встреч друзья обязательно поставьте лайк пока